Как известно, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заседание проходило на фоне угрозы вторжения России в Украину. И на повестке дня были следующие вопросы. Меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, состояние дел в украинской экономике и энергетике, а также противодействие коронавирусу. На заседании присутствовали глава разведка Кирилл Буданов, точнее заслушали также министра обороны, главнокомандующего ВСУ, главу Министерства иностранных дел Украины, главу СБУ, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики, главу Министерства здравоохранения Украины. Также слушали доклад о расследовании кибератаки на государственные органы, которая прошла 14 января 2022 года. Основные тезисы, которые озвучил Данилов, это следующие. Ситуация понятна и контролируема, поводов для паники нет. Вооруженные силы готовы дать отпор при необходимости. Ситуация сложная еще с 2014 года, подчеркнул Данилов. Также сообщил, что власти не наблюдают активную эвакуацию иностранных дипломатов из Украины. А также он сказал, что сегодня нет никаких оснований, чтобы твердить о полномасштабном наступлении России. Но, тем не менее, мы видим такие сообщения, что Государственный департамент США дал все же разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов Америки и обязал уехать членов их семей из посольств Киеве. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине. Также подобные меры предприняли и Великобритания, и Австралия. С нами сейчас на прямой связи экс-депутат Государственной Думы России Илья Пономарев. Пан Илья Витамов, селям алейкум. Приветствую, приветствую. Приветствую, да. Ну что ж, давайте начнем нашу беседу с такого риторического вопроса. Хотят ли русские войны? Русские нет, а Путин да. Это два разных вопроса. Да, если мы говорим о Кремле, непосредственно о российском лидере, сейчас все говорят о том, что Россия может осуществить полномасштабное вторжение в Украину. На ваш взгляд, учитывая всю международную конъюнктуру, которая сегодня складывается, это реально? Ну, с точки зрения реальности международной конъюнктуры, я думаю, что Путин будет принимать решение без оглядки на то, что происходит, то, что думают другие страны. Поэтому не думаю, что какое-то там осуждение или угрозы могут его удержать, тем более, что вряд ли он верит в то, что эти угрозы будут хоть сколь-либо действенными. И думаю, что, к сожалению, в этом вопросе он прав. Но в то же самое время, я думаю, что вероятность того, что он отдаст приказ войскам перейти границу Украины, помимо вот этих вот так называемых ДНР и ЛНР, я считаю, что эта вероятность довольно низка. Потому что я не вижу, во-первых, в этом никакого смысла для него. Во-вторых, издержки для него неприемлемы. Вот ваш первый был вопрос относительно того, хотят ли русские войны. Именно что он же читает социологические опросы. И вопреки тому, что многие думают, он к ним прислушивается. И россияне совершенно не хотят какой-то войны с многочисленными жертвами. Она не будет популярна в Российской Федерации. И именно поэтому я считаю ее маловероятным. Я думаю, что он сейчас торгуется с Западом активно, поднимает ставки. Какая ему разница, где проводить маневры на своей территории. Бюджет на это есть. Ну вот, соответственно, будем нагнетать тем самым нервотрепку и выторговывать разные уступки от Соединенных Штатов. То есть, правильно ли я понимаю из первой части вашей тезы, что, в принципе, вот те санкции, о которых предупреждают сейчас Россию наши западные партнеры, Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант отключения России от SWIFT, ограничения конвертации рубля, активов Путина и так далее. То есть, это все не сдерживает возможную агрессию России? Я думаю, что большинству того, что вы перечислили, Москва готова. Все-таки война идет 7 лет. И за эти 7 лет можно было подготовиться. Отключение от SWIFT, если бы оно произошло в 2014 году, оно бы произвело бы серьезное впечатление на российскую экономику и на российские власти. Сейчас, я думаю, это только позволит им лишний раз сказать, вот видите, какие мы сильные, нам все это не страшно. Потому что они действительно за это время достаточно много действий по подготовке сделали. Ну, тем не менее, если мы говорим все же о том, что сейчас делает Путин, вы сказали, что он поднимает ставки, и мы видим, как он выдвигает заведомо невыполнимые условия к Североатлантическому альянсу и к Соединенным Штатам Америки в виде нерасширения НАТО на восток, да, и возвращению к статусу КВО от 1997 года. То есть, если мы говорим, что это программа максимум, а какую программу минимум пытается добиться Путин? Потому что мы понимаем, что вот на те максимум условия, которые он сегодня выдвигает, ни в НАТО, ни в Соединенных Штатах Америки не пойдут. Я так думаю. Или же все-таки пойдут? Нет, я думаю, что на программу максимум они не пойдут. Я думаю, что эти условия, они выдвинуты как раз специально для того, чтобы потом иметь возможность сказать, в частности, дорогим россиянам о том, что, ну, вот видите, мы же вот там честно предложили, мы же все сказали, мы же с открытым забралом, у нас все было прозрачно, вот, мы сказали, что нас беспокоит. А как к этому отнеслись? Нас послали. И мы, конечно, не будем с этим мириться, и мы будем делать свои асимметричные действия. Эти асимметричные действия, я думаю, прежде всего будут направлены в сторону Беларуси, потому что как раз захват Беларуси – это вещь бескровная, это вещь в России популярная, и это позволит Путину мягко к 2024 году подойти уже как правителя не отдельно взятой России, и как правителя обновленного такого СССР, только не социалистического и не советского. А зачем Путину захватывать Беларусь, если, в принципе, сейчас де-факто оккупация Беларуси, она произошла, и Путин полностью подмял под себя Александра Лукашенко и все его ближайшее окружение? А вот, Гульцум, сейчас вы повторяете наиболее типичную ошибку, которую повторяют все наши западные коллеги, потому что с кем не поговоришь на тему Беларуси, все говорят, да, ну, то есть она и так уже российская, Путин ее и так уже контролирует, ну и что нам с этого, мы не будем за нее драться, потому что это уже потерянная история. Но это, во-первых, не так, потому что для Путина самым важным же является не контроль той или иной территории, он не империалист, он коммерсант, ему нужны деньги и власть, вот что ему прежде всего нужно. А власти над Беларусью у нее никакой нету на данный момент. И пока там батька, он не дает возможности ему еще и переделить ту собственность, которая находится на территории Беларуси, все те крупные предприятия, которые при Лукашенко не были приватизированы. Вот для того, чтобы этот процесс был запущен, ему нужно формально Лукашенко убрать с поста президента Беларуси. И Путин, конечно, видит себя в качестве формального руководителя объединенного государства. Потому что если нет поста вот такого любимого руководителя, неважно, как он будет называться, там президент, генеральный секретарь, там товарищ начальник, неважно. Но вот объединенный этой самой территорией, то значит и нету этого объединенного государства. То есть правильно ли я вас понимаю, что на каком-то этапе Путин попытается инкорпорировать полностью Беларусь в состав России и объявить ее каким-то округом? Я думаю, что скорее всего они будут действовать путем именно что создания союза, то есть он формально так и сейчас и называется, союзное государство. Просто я думаю, что они его еще как-то усилят в имиджевом плане. И я вполне не исключаю, что именно появится опять аббревиатура СССР, союз суверенных славянских республик, что может быть лучше. Тем более, что среди граждан России и Беларуси это будет достаточно популярная история. Но самое важное, конечно, это введение поста вот этого самого руководителя вот этого объединения. Вот это является самым важным. Все остальное для Путина оно вторично. А вот этот вот пост главного начальника, это задача номер один. А что по Украине? Потому что складывается такое ощущение, что Путин в принципе сам себя загнал в Цукцванг. С одной стороны, он выдвигает требования к НАТО, те говорят нет. Ну мы четко услышали ответ, собственно, от Соединенных Штатов Америки и НАТО, что только Украина может решать вопрос вступления, либо не вступления НАТО. С другой стороны, если Путин попытается осуществить некую интервенцию в Украину, это может повлечь за собой жесточайшие санкции, о чем, собственно, предупреждают сейчас западные партнеры. Ну и плюс, они ведь качали все это время своей пропагандой, российский народ о том, что вот мы там выдвинули требования, если те не примут, мы будем применять военный ответ, говорил Рябков. То есть, так или иначе, как бы Путин сейчас не поступил с Украиной, итог будет чреватым, нет? Ну так вы же вот сами сейчас подтвердили вот все то, что я сейчас говорил. И именно по всем вышеперечисленным вами причинам он не будет нападать на Украину, потому что для него издержки здесь будут слишком высоки. Но для чего он это делал? Он это делал для Беларуси, потому что благодаря тому, что НАТО откажется исполнять эти требования, у него появится моральное, с его точки зрения, основание для того, чтобы зайти в Беларусь. И вся страна, Российская Федерация, будет этому рукоплескать, потому что все эти пропагандисты, они будут говорить, ну, видите, вот нам же тут опасно, то есть НАТО приближается к нашим границам, соответственно, объединение с Беларусью, это вот неважно, какие там будут издержки финансовые. Главное, что мы отодвинем агрессивную военщину от своих границ. Ну вот в таком случае сейчас, собственно, в Украине об этом и говорят. Алексей Данилов, выступая на брифинге после заседания РНБО, сказал, что на границах с Украиной ситуация контролируема и нет поводов для паники. Президент Украины Владимир Зеленский, вот буквально пять минут назад в офисе президента выложили его обращение, где он также сказал, что паники нет, но все же как коррелируются вот эти заявления украинского высшего политического руководства с тем, что сейчас происходит в дипломатических ведомствах Соединенных Штатов Америки, Британии, Австралии, которые вывозят своих семей с Украины. То есть как объяснить такие действия? Посмотрите, я думаю, что руководство Украины, в общем, говорит все правильно. Это не означает, что надо расслабиться, расслабляться совершенно не стоит. Хочешь мира, как говорится, готовься к войне. И тем более, что, ну, я говорю, я считаю, совершенно неминуемый поход Путина на Беларусь. И я не вижу, чем Беларусь может от этого защититься. И результатом этого будут новые тысячи километров границы между агрессивным соседом и Украиной. И эта граница совершенно ничем не защищена. Но это, кстати, еще одна причина, почему Путин не будет нападать сейчас. Потому что зачем ему сейчас ломиться там, где его ждут, если можно это сделать потом, но с задней двери, которую будет очень трудно прикрыть. И это я считаю основной. То, что касается Запада, то, честно скажу, мне неприятно смотреть на то, что происходит. Потому что мне кажется, что Украина и западные страны, особенно Соединенные Штаты, здесь активно пользуются. Потому что я думаю, что они сами, руководство стран, разведка понимает, что никакого наступления сейчас не будет. Но нагнетать обстановку им выгодно. Потому что после этого они смогут сказать, ну вот видите, мы там решительно встали, стукнули кулаком по столу, отстояли Украину. И мы, получается, им дополнительно в этой ситуации должны. Ну и там они решают свои внутриполитические проблемы, свои рейтинги и так далее практически за наш счет. А вот разные экономические структуры, которые могли бы в Украину вкладываться, делать бизнес. Я сейчас вот там с кем не поговорю, все говорят, не-не-не, подожди, подожди, тут надо дождаться, когда эта ситуация рассосется. А мы до этого ничего делать не будем. Приятно, конечно, когда ты заходишь в кафе, и люди там слышат акценты, говорят, ну откуда мы с Украины, о, ребята, мы с вами там и так далее, тому подобное. Но ты понимаешь, какая высокая цена у всего этого. И, Панель, я ищу одну новость, которую я бы хотела, чтобы вы прокомментировали. Сегодня Совет Госдумы России согласовал то, что в феврале Госдума рассмотрит проект обращения к президенту Путину по поводу признания республик ЛДНР. То есть, как вы оцениваете это информационное сообщение, и какова вероятность того, что Россия вот в качестве повышения ставок, в том числе, может признать так называемые Донецкие, Луганские народные республики? Ну, эта инициатива, про которую вы говорите, она исходит от КПРФ, от оппозиционной партии, которая, конечно, на этом хочет попиариться. И Кремль с самого начала высказал большое недовольство вообще тем, что этот вопрос поднят. Там на эту тему говорил Песков, говорил, что это там раскачивает лодку и все прочее. Но тут как раз в Туксванг попадает Единая Россия, потому что они сами накачивают всю эту историю через телевизор. И если Единая Россия будет говорить, нет, мы это даже рассматривать не будем, то получается, там их уже рейтинг будет падать. Поэтому я думаю, что они там постараются эту историю так или иначе заиграть, спустить на тормозах. Во-первых, я не думаю, что Кремль признает ДНР и ЛНР, потому что это действие без обратного хода. То есть когда ты это признал, то дальше тем только занимать эти территории. В Москве сейчас все очень сожалеют о решении признать независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что это не дает возможность, когда там поменялось руководство в Грузии, вроде пришли люди, с которыми можно договариваться, а договариваться невозможно. Из-за того, что есть вот это признание и тем самым какого-либо маневра нет. То есть вот у нас они тоже могут думать о том, что они кого-то посадят, какого-нибудь Медведчука, на Киевский престол. Но в ситуации, если там будет признание, соответственно, не будет никакого маневра для переговоров. Поэтому я думаю, что они этого делать никаким образом не будут и будут пошантажировать лишний раз нас, чтобы мы тут понервничали, попрыгали, подискутировали. И Запад тоже самое. Ну, почему нет. Ну и плюс, как всему, как сказал министр иностранных дел Украины, признание России ЛДНР будет фактически означать выход с минских соглашений для России. Конечно, конечно. Это тоже противоречит официальной позиции Кремля. Поэтому нет, это очень маловероятно. Я не думаю. И Турция, Панелья, вы знаете, что Реджеп Тайп Ардаган, турецкий лидер, предложил посредническую роль между Украиной и Россией. Более того, пригласил в Турцию Владимира Зеленского и Владимира Путина на переговоры. Как вы считаете, сможет ли Редаган сыграть здесь возможную ключевую роль в переговорах? И сможет ли Редаган в таком случае сохранить некий нейтралитет? Ну, я считаю, что это один из самых лучших, если не идеальный переговорщик, который может быть. Потому что господин Редаган, при всей критике в его адрес, он в то же самое время как раз показывал, что он может занимать такую третью сторону. И для Украины Турция много чего хорошего делала. В то же самое время поддерживает хорошие отношения с Москвой. Известно, что среди вообще всех международных лидеров для Путина Редаган, наверное, самый уважаемый. Поэтому думаю, что это вероятно. Но я думаю, что Кремль не даст такой возможности для господина Редагана. Потому что на данный момент амбиций в Турции очень много. И они очень успешно реализовываются. Всякие панцертийские проекты и так далее. Кремль это считает, ну, ревниво к этому относится. Поэтому, думаю, будет прилагать все усилия, чтобы Турция не усилилась за счет успешного разрешения этого конфликта.